Терминалы электронной очереди будут стоять с этой стороны и напротив того входа. То есть два входа очень удобно с центральной улицы и со двора. Здесь предполагается детская зона с местами ожидания для посетителей с детьми. Здесь кабинеты дополнительных услуг. Все это в недалеком будущем. А пока в помещение многофункционального центра идут ремонтно-отделочные работы. Практически завершил монтаж систем кондиционирования, отремонтированная электропроводка. Остали санузлы. Они строятся с расчетом на то, чтобы ими удобно было пользоваться людям с ограниченными возможностями. Перегородки и пандусы. Такие общие текущие, текущие ремонтные работы. Так практически здание к эксплуатации на готово, только предполагался текущий ремонт. Установить перегородки, то есть они будут стоять с левой части и с правой части. Ресепшн установить. Организация рабочих мест. Для удобства посетители информационный зал и зал приема-выдачи документов будут на первом этаже. Здесь одновременно будут работать 28 окон. Пропускная способность центра составит более тысячи человек в день. Как в других отделениях многофункционального центра в Шелихове и Ангарске, в этом предусмотрены электронный терминал и колл-центр. В службе одного окна можно будет получить более ста государственных и муниципальных услуг в сферах социальной защиты населения, пенсионного обеспечения, регистрации актов гражданского состояния. Еще в гипермаркете услуг можно будет подавать жалобы на нарушение закона защиты прав потребителей и получать загранпаспорта. А с 1 января здесь начнут принимать документы на регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Проект развития сети многофункциональных центров при Ангаре осуществляется областным правительством в рамках исполнения федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Если, как идея, это будет реализовано, то это будет колоссальный не просто шаг вперед, а прорыв. Прорыв совершенно в другое качество диалога власти и населения, поскольку это не просто предоставление услуги, это возможность мониторинга населением качества выполнения тех запросов, которые население адресует к власти. И самое главное, что власть в этом случае становится максимально или абсолютно прозрачна с точки зрения своих ответов и своих функций, которые она должна реализовывать в интересах населения, в интересах избирателей. В 2013 году планируется перевести в электронный вид более 200 видов государственных услуг и внедрять в новую схему их получения по всей Иркутской области. Так, в марте следующего года откроет свои двери многофункциональный центр во 2-м Иркутске. Для удобства посетителей планируется организовать новый маршрут до улицы Трактовой с остановкой у здания центра. Туяна Немаева, Александр Мокин, Николай Крупченко. Новости сейчас.